Меня зовут Алена Степанова и мне 26 лет. Приехала я из города Киев. Я не журналист, не активист и вообще далекий от политики человек. Просто туристка из Украины, которая посчастливилась пожить в Азабаджане несколько месяцев. За это время я просто влюбилась в вашу страну. Азабаджану, несомненно, есть чем удивить. Красивейшая природа, богатые истории, душевные люди. Собирая материал для очередного своего рассказа и вдоволь нагулявшись туристическими тропами, я решила окунуться в обычную жизнь бакинцев. Где, как ни на старых улочках, спальных районах, можно прочувствовать всю атмосферу и обаяние восточного города. Фруктовые лавки, милые балкончики, окутанные виноградом, узкие улочки, гирлянды свежевыстиранного белья над головой, дети, весело гоняющие мяч и старики, играющие в домино, попивая ароматный чай. Но то, что мне довелось увидеть среди всей этой идиллии, поверло в шок и оставило очень неприятное послевкусие. У меня нет влиятельных знакомых и нужных связей, чтобы как-то повлиять на ситуацию, но я искренне надеюсь, что буду услышана и, возможно, каким-то чудом мне удастся помочь этим людям. Блуждая по уютным улочкам, я случайно вышла на улицу Советская. Разрушенные дома создают грустное зрелище. Вдруг из этих развалин вышла женщина. Улыбнулась, поздоровалась, спросила, откуда я, и пригласила посмотреть, как они живут. И тут до меня наконец дошло, что это куча обломков и их дом. Я очень растерялась, но интерес взял верх. Справа в углу на костре готовился ужин. Из мебели были пара тресел и небольшой стол. Над головой виднелось небо. Даже при их скромном достатке они, конечно же, предложили мне чаю, ведь изобожжанцы всем известны своим радушием и гостеприимством. Женщину зовут Нурана, и у нее шестеро детей. Трое из них школьники. А то, где мы сейчас находимся, все, что осталось от их дома, по адресу улицы Советская, 75. Они стали жертвами проекта по реконструкции территории жилого квартала Советская в Ясамальском районе города. Снос дома, где они жили, начали без их согласия. Им некуда было съезжать. Да, им предлагали компенсацию 17 тысяч монат, около 10 тысяч 300 долларов. За эти деньги в городе не купишь квартиру, да и в отдаленных районах Азербайджана подыскать что-то сложно. А ведь жили они в центре, у самой мечети Тазапир, с видом на огненные башни и телевышку. В итоге стены ломали просто над головами испуганных детей. Прикрываясь государственными распоряжениями, периодически к ним наведываются и угрожают. Сейчас эта семья живет без электричества, воды и канализации. В 21 веке прямо в центре современного активно развивающегося города, среди небоскребов и красивейших парков. Сложно поверить, что среди множества пустующих новостроек не нашлось места для семьи, чей некогда уютный дом сейчас больше напоминает картину из мятежной Сирии после бомбардировки. С работой из-за кризиса сейчас тяжело. Но собирать на квартиру в их случае нереально. Троим из шести детей нужно оплачивать школу. Из родных, чтобы переехать, у них тоже никого не осталось. Скоро зима. Как они будут выживать в таких условиях с переходом холодов? При этом всем они искренне верят, что о них не забыли. Верят, что все изменится к лучшему. Верят в мудрость своего президента. Ведь для всех азербайджанцев фамилия Алиев значит очень многое. Уважаемый Ильхам Алиев, я, так же, как и эта семья, искренне верю, что если бы вы узнали о тяжелой ситуации, в которой оказались эти люди, то обязательно бы помогли им. Искренне надеюсь, что это письмо дойдет до вас, и мы будем услышаны. Заранее большое вам спасибо!